Друзья, всем привет! На связи семейства Беляевых, Надежда, Сергей. Ребята, очень много вопросов в личку. Я являюсь партнером JL и заваливает вопросами в плане, как тебе удалось затащить своего мужа сюда, как ты его уговорила, какие ты слова подобрала. Друзья мои, я не уговаривала, не затаскивала, и хочу, чтобы муж сам поделился, почему он здесь, почему он активно развивается, почему это первая компания. Я уже, получается, 10 лет в сетевом, и это первая компания, в которой он решил присоединиться полноценно, полноправным партнером, где он увидел возможности. И, Сереж, расскажи сам, а то вдруг мне не верят. Всем привет! Еще раз немножко о себе расскажу. Меня зовут Сергей, я являюсь мужем Надежда. И, как бы, да, это первый интернет-проект, в котором я лично участвую. С чего все начиналось? Немножко о себе. Я бывший военный, не пенсионер, закончил службу маленько, ну, 10 лет ослужил и прекратил службу по определенным причинам. Дальше, соответственно, надо что-то зарабатывать, какие-то деньги иметь, семью кормить, ну, типа мужчина, все туда. Я подался в традиционный бизнес. Много бизнесов было. Это и грузоперевозки, и автосервис, и многое другое. Ну, смысл в том, познание в этом бизнесе, как бы я учел, только один минус. Самый крупный минус. Это постоянно использование твоего времени, использование всех твоих сил и средств, полностью отдавая только бизнесу. Никакого времени, ничего ты не можешь отдать семье. Потому что ты постоянно находишься в этом бизнесе, постоянные вложения, что-то ломается, что-то надо докупать. Все ты думаешь на перспективу, инвестируешь, инвестируешь, постоянно инвестируешь. Ну, никакого конца. И, соответственно, ты работаешь все не 24 часа, а 25 часов. Если ты не работаешь, бизнес прекращается. Но, опять же, многие говорят, если бизнес без тебя не работает, ну, значит, ничего не получаешь. Значит, это не бизнес. Ну, видимо, значит, у меня не был традиционный бизнес. Ну, везде в каждом своем бизнесе был потолок. Потолок заработка денег. В чем это заключается? В зависимости от региона, где ты находишься, вида деятельности, всегда есть потолок. Этого потолка я достигал, в принципе, быстро. И потом, наверное, сгорал. Потому что дальше не расти никак. Если ты занимаешься, допустим, автосервисом, у тебя есть потолок там в каком-то регионе. Мы, как бы, из провинции, можно сказать, с поселка, где там 6-7 тысяч населения, да. Ну, подымал я, допустим, оборот делал где-то чистыми, где-то грязными, там, допустим, 200 тысяч рублей. И на этом все. В месяц. Да, это в месячный оборот, как бы. И больше машин физически не проработать, не прочинить. Хоть ты ночью чего, ты устаешь постоянно. Ну, что-то делаешь весь грязный, мазутный. Я думаю, кто занимается, ну, таким видом деятельности, тот меня прекрасно поймет. И постоянные инвестиции. Инвестиции – это инструмент и все остальное. Налоги, я считаю, это все постоянные, бесконечные инвестиции. Если только ты устал, захотел отпуск, все встает. Как говорят, капитан с корабля, крысы, плать. Можно так сказать. И смысл вот интернет-бизнеса, как я пришел к этому. Сначала, чтобы моя супруга чем-то занималась, я просто инвестировал. Говорил, все, от меня отстань, ты занимаешься, все, молодец, все хорошо, все здорово. Все, только от меня отстань. Я как мужчина пошел, типа, зарабатывать. Взяв кирку или лопату, я буду копать, копать, трудиться. Неделю приходить. Все такой деловой, все хорошо, все круто. Я вот поработал, типа, денег заработал. Ну и в этом проекте я проинвестировал. И как бы, и сказал, все, ко мне не лезь, особенно тут какой-то продукт. Какое-то обучение. Какое-то обучение, качать свои мозги, развиваться. Все, от меня отстань, мне это не нужно. Я сам деловой, я умею работать с лопатой, с киркой. Я могу работать долго и упорно, днем и ночью. Все, я красавец такой. Все, деловой, ух, все побежал. Ну, потом потихонечку, потихонечку я стал вникать. Что за продукт-то такой? Вот GL, торт Систерс, продукт такой интересный. Думаю, что такое? Стал вникать. И знаете, пришло такое осознание. Благодаря вот этому продукту, вот этому просто продукту, сегодняшний день мы живем на Кипре. Благодаря моему бизнесу мы не могли себе позволить жить на Кипре, потому что даже заработав денег, мы могли временно только куда-то выехать и обратно надо было вернуться, потому что я привязан. Благодаря интернет-проекту мы не привязаны ни к чему. Территориально полностью мы не привязаны. И можем заниматься этим видом деятельности где угодно, что угодно. Главное, чтобы был интернет, какие-то смартфоны, там, ноутбуки, макбуки и все остальное. Ну, либо просто телефон. Либо просто, да, телефон и все. Больше ничего не нужно. И начал маленько разбираться. Первое, я люблю, чтобы было все четко, по правилам, по закону, как говорится. Первое, что я уточнил, эту компанию все отмониторил. Она легально зарегистрирована. Мне это понравилось. Основатели, кто, директора так называемые, кто основал эту компанию, заочно я их знал. А так получилось, мы приехали на Кипр, стали тут жить, познакомились вживую, пообщались с этими семьями, которые основались. И, как бы, знаешь всех напрямую. Уже, как говорится, изучил их, присмотрелся, все повадки, все. И мне стало вообще интересно, а каким образом еще там, еще помимо какого-то обучения, зарабатывать деньги. Маленько подразобрался к этому, и вообще стало все довольно-таки интересно и просто. И самое главное, не привязка тебя ни к чему. Просто ни к чему. Ты свободен. Я по натуре, по характеру человек свободный и воле любимый. Поэтому и служба моя закончилась маленько до пенсии, до пенсионного возраста, по мере своего характера. Да, вот расскажи, да, что ты ушел, получается, в звании капитана, буквально за несколько месяцев, буквально там за пару месяцев до майора. Да, не каждый так решится, да, в таком статусе уйти. Но, тем не менее, Сережка, я вот, Сережка, не стала об этом рассказывать. Во время службы все военные, кстати, с этим сталкивались. Ему приходилось на трех-четырех работах работать, да, при этом будучи офицером. Поэтому также семью он свою не видел. Мы его не видели. Вот, традиционный бизнес начал. Тоже мы опять, у нас папа круглосуточно работает. И когда, скажу по секрету, я когда ему рассказала про компанию, он действительно одобрил, сказал, да, я как бы в тебя верю, занимайся, лишь бы была при деле, лишь бы все было хорошо. И когда я окунулась в обучение, вот ради любопытства, да, я думаю, боже мой, вот это да. Я подошла, говорю, Сереж, послушай, такое тут обучение. Он меня вообще отрезал сразу же напрочь, говорит, так, ко мне не подходи, мне это неинтересно вообще, меня не трогай, сама занимайся, меня не трогай. И получается буквально спустя, там, не знаю, день-два, вообще изменения после применения вот этих знаний, которые даются у нас, происходят буквально с первого дня. Он сам сразу же увидел изменения во мне. Ты по-другому себя чувствуешь, ты по-другому себя ведёшь. У тебя горят глаза, блестят глаза. Он ко мне подошёл и сам, помнишь? Да. Ну расскажи, расскажи, что там у вас за обучение. Что-то, что-то тут не то. Стал немножко вникать. И знаете, такое понимание вообще, приходит просто понимание. Зарабатывать можно, работать можно, всю жизнь работать. Я не призываю всех, чтобы вы все бросили работы свои, всё побросали и тут с головой куда-то побежали. Нет. Можно работать постоянно, работать, работать, но при этом, понимаете, когда много работаешь, не остаётся полностью времени зарабатывать. Знаете, есть такое выражение, зарабатывая на жизнь, не забывайте жить, потому что Серёжа уже сказал об этом, что наша семья, и я в сетевых всегда очень много зарабатывала, и Сергей в традиционном бизнесе зарабатывал всегда очень много. И получается, поток денег у нас в руках был ежемесячно очень большой, тем более учитывая, что мы действительно жили в небольшом посёлке последние 10 лет. И это, конечно, космические деньги для нашего посёлка, но мы понимали, что наступил такой момент, что нам даже уже, во-первых, это потолок в доходах, да, вот в данном виде деятельности, а во-вторых, там тратить их просто некуда. Нам некуда там ходить, нам некуда, в принципе, одеваться, да, там нет у нас ресторанов, ни кафе, ничего такого. Нам получается некуда было действительно по-настоящему тратить. И когда вот мы вникли в это обучение, спустя три дня я подошла к Серёже и говорю, так, всё, поехали на Кипр. Серёжа, поддержи, я не знаю, возможно, я нашла какие-то слова, я не знаю даже, каким это образом у меня получилось сказать, хотя это благодаря знаниям как раз-таки. Что-то в первую очередь изменилось, щёлкнуло у меня в голове, и я рассказала ему своё видение, он поддержал сразу же. Говорит, да, конечно же, поехали. И мы, получается, спустя, мы взяли себе две недели срока, чтобы решить земные проблемы, забрать, элементарно забрать ребёнка документы из школы, чтобы разобраться, куда нам, где нам свои вещи оставить. Но в итоге, на самом деле, у нас на всё про всё ушло буквально последний день, два перед отлётом, вот, и когда мы уже приехали сюда, буквально в первые же сутки решили, что мы здесь остаёмся жить, да? Да, всё так и произошло. И благодаря вот этому обучению, которое Надежда начала проходить, я не знаю, какие она нашла, ко мне подошла слова, чтобы, как она меня убедила, ну, почему-то я взял и поверил. Причём, как бы, я и всем мужьям просто, как бы, даже, я не знаю, совет это, не совет, даже рекомендация. Если, вот, допустим, вы занимаетесь каким-то бизнесом, значит, вас в своё время одобрила, поддержала супруга, да? И, как бы, вы просто начните тоже доверять. Реально, просто доверять на уровне, прям, не зная, что будет потом, что будет впереди. Просто выкиньте всё, доверьтесь своей половинке. И просто, как получилось в моём моменте. Она нашла какие-то слова, подошла ко мне. Был просто один разговор. Я взял и доверился, потому что я понимал, что что-то надо менять. Заработок денег с помощью физического постоянного труда и какого-то, ну, постоянного, не знаю, оборота вот этого всего приводит не знаю к чему. Просто уходишь в себя, замыкаешься, больше ничего, потому что ты просвета не видишь. Ты работаешь, работаешь, знаете, как кривая шла по кругу. Но круг-то он один. Я доверился своей супруге, и всё, как бы, стало лучше налаживаться, налаживаться. Мы собрались за две недели и уехали на остров Кипр. И в данный момент живём уже практически тут три месяца. Дальше, проходя обучение GL Tor Systems, понимаете, у нас очень много, могу поделиться, в отношениях. Изменилось просто в отношениях так, чего, как бы, многие считают, что заработают денег, потом наладят в семье отношения и всё остальное. Я не знаю, кто так может, кто так получается. Ну, в нашей ситуации, я скажу так. И в моём видении, и в моём понимании с детства я понимал, что взаимоотношения с людьми, со всеми, с родственниками, с родственниками, как бы, с супругой, с детьми, ты не купишь ни за какие деньги. Даже пооткровенничаясь, благодаря вот этому переезду, обучению, я познакомился со своей старшей дочерью, ей 16 лет. Она сказала, папа, я только тебя стала узнавать. Я не знаю, может, для кого-то это смешно, но для меня это реальность, потому что все свои сознательные 36 лет, ну, не все, конечно, я совершеннолетие, с родителями жил, потом в браке, 17 лет мы уже в браке. Я занимался какой-то службой, после службы у меня были постоянные подработки, подработки в виде охраны, соответственно, ну, что такое охранник? Любой мужчина, уважающий себя, я в звании офицера, последнее моё звание было капитан, да, я ходил на подработки, охранял что-то, какие-то ларьки, дискотеки, всякий бред. И на самом деле это, ну, как-то вроде офицер российской армии, и всё как круто звучит там, да. Служил я в Москве, жили мы в Москве, как бы, приличное время мы прожили там, да, повидели, повидали, всего посмотрели, большой мегаполис. Несколько лет жили в Москве, да. До этого посёлка, где последняя дислокация наша была, мы жили в Москве. И вот тут просто приходит вот это, благодаря обучению ты просто понимаешь, что жизнь-то она есть, она в наших руках, ребята, она просто в наших руках. Мы как бы от природы, мы свободны, мы должны, мы должны жить, выбирать там, где нам просто, как мы себя чувствуем, по состоянию души. Если мы себя чувствуем здесь, допустим, на Кипре, нам комфортно, мы должны тут жить. Если чувствуешь там на Северном полюсе, на Северном полюсе, и остальное это уже нюансы, где-то там закованные, незаконные, всё решаемо. На самом деле всё решаемо. И вот этот проект, интернет-проект GL Tortisms, он ещё даёт финансовую поддержку. Я увидел денег, я когда всё посчитал, я просто понимал. Единоразовое вложение денег, как в традиционном бизнесе, я постоянно вкладывал. То 500 тысяч, то миллион, то там 100 тысяч, то какой-то инструмент-станок сломался, как бы грузоперевозки были, у меня были фуры, я сам на них ездил по России. Это просто капец какой. Единоразово заправляешь баки, это 50 тысяч рублей, да. А здесь в проект просто вложить единоразово 250 тысяч, да я не знаю, у меня, да мне смешно. Когда люди говорят там, вот я 650 рублей туда-сюда вложил, как вот когда я там свои верну. Вы вообще о чём разговариваете? Я просто даже обращаюсь к людям, которые занимаются традиционным бизнесом. Они прекрасно меня должны понять и услышать, что единоразовом в традиционном бизнесе нет вложений. Постоянно ты либо должен, должен налоговой, должен пожарной, должен аренде, должен, 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 но при этом ещё ты должен своей семье, себе любимому и занятость 25 часов. Кто меня переубедит, я не знаю, может быть подскажите, предложите мне ещё. Я готов работать, я готов содействовать, я готов трудиться и развиваться. Развиваться, учиться. Образование у меня есть, у супруги моей есть образование, немножко затрону вопрос образования. Но это в этом образовании мы пришли к тому, что-то не так. Мне никто не может ответить на вопрос, что такая за система, отучившись 5 лет в любом вузе, институте. Ты приходишь куда-то устраиваться на работу, если ты не по блату, не почему. Те говорят, а у тебя есть стаж работы. Это тупик. Я не знаю, как на это ответить и кто на это ответит. Какой у меня должен был стаж работы, если посредством того образования, которого дают, не предусмотрено стаж нарабатывать? Тогда это что за замкнутый крот? Это значит, что-то может быть что-то не так. И ещё раз вернусь к тем знаниям, которые даются в GL Tor Systems. Они реально даются те знания, которые нужны по жизни в обществе, взаимоотношению с обществом, с природой и соответственно взаимоотношения внутри семьи. Ни один институт, может быть кто-то меня исправит, может есть такой институт, не дают знания, в которых будет сказано, как себя вести и правильно выстраивать свои взаимоотношения с детьми, с своей семьёй, с супругой, с родными, с отцом, с родителями. Это только где-то что-то как-то в каких-то описаниях, в книгах и где-то опять в дополнительных источниках. Но почему-то институты это не дают. Это вопрос об образовании. Опять же, это моё только сугубо мнение. Даже оно как бы у нас общее, это мнение в семье. Да, так как действительно, Серёжка правильно сказал, у нас у обоих высшее образование, поэтому мы прекрасно понимаем о том, что оно мало кому пригождается. Одно дело, когда человек с детства хочет быть врачом, педагогом, и он действительно идёт по своему призванию. Не потому что родители так сказали, не потому что так надо общество, требует общество эту корочку. А действительно, когда ребёнок понимает, кем он хочет быть, и он идёт учиться по специальности, это одно дело. Это действительно браво, это здорово. Но, как правило, идут действительно для галочки, потому что так надо. И выбрав эту компанию, действительно, мы пришли сюда изначально на маркетинг. Я уже с опытом с большим, и действительно, я уже не верю в легенды, я уже действительно кардинально просчитываю маркетинг. Здесь он математически нерушимый. И придя сюда на маркетинг, на создатели, которых я знала много лет через интернет, мы параллельно работали. И вот, приехав на Кипр, мы познакомились уже вживую с основателями. И чисто вот обучение, мы подключились уже потом, мы действительно в восторге. Теперь есть четкое понимание, что не сначала деньги, а потом буду развиваться, потом буду путешествовать, а как раз-таки наоборот. Сначала инвестиция в себя, в свои мозги. Самые богатые люди, в первую очередь, всегда инвестируют в свои мозги. Поэтому мы, проинвестировав единоразово 250 тысяч рублей, на самом деле полный пакет стоит... Не долларов тысяча, а 250 тысяч рублей. То есть полный пакет вообще стоит 10 тысяч долларов, это примерно 650-700 тысяч рублей. Это вообще полный-полный самый дорогой пакет нашей компании. Но мы выбрали для себя такую среднюю цифру 250 тысяч рублей. Нам больше ни рубля не придется сюда инвестировать, мы не инвестируем больше ни рубля. И при этом можно эти деньги многократно увеличить и осуществить любую свою материальную мечту абсолютно. Не важно, что вам нужно. Квартира на Кипре, не на Кипре, в Москве, в Питере, не важно, в любой стране. Любые путешествия, любой образ жизни, любые шмотки, любые рестораны. Всё это можно осуществить, вложив всего лишь 250 тысяч в свои собственные мозги, в это образование, в это саморазвитие, благодаря которому мы действительно живём сейчас на Кипре с семьёй, с двумя дочерями, 16 лет, 4 года. И мы действительно заново знакомимся не только с детьми, но и друг с другом. Как мы говорим, практически такой медовый месяц у нас получается, потому что прожив вместе 17 лет, как-то мы, оказывается, не до конца друг друга знали. Мы были постоянно заняты, постоянно заняты в движении в каком-то, и не было времени просто заняться своими отношениями. Я ещё вернусь, мы вместе с семьёй, у нас как бы семейный бизнес, и как бы вообще всем рекомендую. Вы даже не поверите, насколько это здорово и какая силища, когда ты занимаешься семейным бизнесом, когда твоё время, рассчитанное на работу, оно одно вместе с супругой, на какие-то взаимоотношения в семье, оно одно, здорово, и вам не надо делить, и даже то, что вы заработали, не заработали, вам уже не надо какие-то тёрки между супругом и женой, я больше, ты меньше. Нет, всё. Всё, проинвестировав раз, вы на равных правах просто работаете. Всё, это с семьёй, это вообще здорово на самом деле. Это просто, кто вот это познал уже, это просто мега, это круто. У нас, да, у нас буквально пару дней назад присоединилась и наша дочь, вот, которая 16 лет, она теперь полноценный партнёр компании JL. Она приобрела, мы дали ей в долг, честно, мы дали ей в долг деньги, чтобы она смогла строить свою империю, свой бизнес. Она уже заявила миру, да, через Инстаграм, она сообщила своим друзьям, почему она выбрала эту компанию. И подростки очень круто реагируют на эту информацию, потому что они действительно не хотят больше клянчить деньги у родителей, они хотят зарабатывать сами, они готовы к этому. Кстати, многие дети гораздо больше, подростки осознанные, чем многие родители, которые живут мозгами, не знаю, ещё с советских времён, говоря о том, что как важно образование, и при этом у него, у самого этого человека лежит эта корочка в тумбочке, никогда так и не пригодившаяся, да. И поэтому подростки, у нас, получается, находят себя и подростки, и пенсионеры, и такого возраста поколения, как мы. Пенсионеры, в основном, они вообще идут только на образование. Им неинтересно, они готовы заплатить, чтобы только прокачать свои мозги. Вы понимаете, пенсионеры, значит, они всю жизнь искали, искали эти знания и не могли найти. Да, и у нас, знаете, как круто получается, прокачивая себя, ты, получается, уже перестаёшь бегать за деньгами, уже, как говорится, деньги бегают за собой, уже просто открывается финансовый поток невероятный, потому что мы несем в мир продукт, который действительно нужен абсолютно в каждой семье. И у нас есть такой лозунг, да, рекомендуй, обучайся, рекомендуй, зарабатывай. Да, то есть, получается, 90% сеть мы получаем за рекомендацию вот этого шикарного продукта, благодаря которому уже из жизни изменилась у сотен людей. Хотя мы стоим всего лишь у истоков, компании нет ещё даже 4 месяцев, а любой сетевик, наверное, мечтает, да, просто быть у истоков компании. Поэтому у нас ещё всего лишь тысяча человек в компании, но уже столько изменившихся. Растёт со скоростью света. Растёт с геометрической просто скоростью. У нас вот недавно прошёл, здесь приезжали, прилетали к нам партнёры со всех стран. На Кипре был саммит буквально неделю, да, прокачивались так конкретно. И поэтому, друзья мои, мы приглашаем вас в свою команду. У нас в приоритете, вот честно скажу, у нас у истоков, получается, в компании стоит 3 семейные пары, и происходит такая крутая дубликация. У нас очень много в компании именно семейных пар. И поэтому у нас в приоритете действительно семейные пары, они выходят на нас. Именно вот вообще мы когда проводим скайпы, да, тет-а-тет, по ту сторону сидит. Вообще, как бы я перебью, как бы супругу, вообще в основе всего фундамента везде – это семья. В семье, соответственно, взаимоотношения и понимание, и поддержка друг друга. Это самое главное, это просто, когда вы поддерживаете друг друга, это просто силища. И я как бы хочу даже просто сделать сейчас обращение. Обращение всем к мужьям, неважно, чем они занимаются. Либо на какой-то работе работают, либо они занимаются традиционным бизнесом. Я хочу просто обратиться. Я смотрю очень много женского пола в интернет-проектах. Если вы, ваши дорогие половинки, женщины, ищут что-то в интернете, вы задумайтесь на секундочку. Значит, вы недостаточно зарабатываете? Значит, что-то не так. Я вам просто предлагаю либо разобраться, это просто предложение, либо разобраться, чем они занимаются и откуда там деньги и все. Просто разобраться, не слушать соседей, друзей, которые там до пятницы отработали, как, знаете, выражение, каждую пятницу я в говно, в понедельник, как огурец, да. Пробухали, отдохнули и опять, зато они все знают, на диванах посидели, диваны теоретики. Крутые пацаны. Это все проходили, это все знаем. И просто к вам даже просто обращаюсь. Мужья, дорогие, послушайте своих половинок, доверьтесь их, поверьте в них чуть-чуть. Либо просто, как мужчины, проинвестируйте их, проинвестируйте их и дайте им возможность, хотя бы не мешайте, либо возьмите, разберитесь, договоритесь, зарабатывайте, прокачивайте свои мозги. Сейчас это вообще в тренде, нужно не отставать. Мы уже в 21 веке, нужно от тренда не отставать. Кто это понимает, тот понимает. Нужно что инвестировать в себя, в свою голову, в свои мозги и прокачивать. Это уже круто на самом деле. Это просто классно. Когда ты прокачиваешь свои мозги, ты становишься, понимаете, свободным человеком, независимым, свободным мыслящим. У тебя есть свое мнение, у тебя есть свой взгляд, ты все по-другому. И, соответственно, ты смотришь на мир, на природу, на общество, на какие-то законы, на принятие, на все. Ты не ноешь, а ты просто либо благодаришь, либо не реагируешь. Воспринимаешь и принимаешь. Это круто. Вот это все дает обучение GL Tor Systems. Вроде бы все сказали, да? Ну да, вроде бы все. Это был, да, это был наш на самом деле первый ролик, потому что постоянно ребята все спрашивают в личку, задают очень много вопросов. И мы поняли, что, наверное, пора записать вот такое объяснение, короткую нашу мини-я историю. Это только начало. Теперь мы будем больше выкладывать таких видео, подробнее рассказывать про маркетинг, про возможности. Так как денег здесь есть действительно очень много, и поэтому при этом обучаясь получать хорошее финансовое такое состояние, это очень здорово, это очень крутая возможность. Поэтому, друзья мои... Еще я добавлю, дорогие мои, даже наш дорогой, уважаемый президент Владимир Владимирович Путин и Медведев сказал, ребята, идите зарабатывать в интернет. Если вы мне не доверяете, то извините, сам президент сказал. Всем пока, всем удачи, и с вами на связи была семья Беляевых. Всем добра. Всем пока, до связи.